Программа Мастера с Дианой Берлин Потому что мы слышим её, мы видим её Ну вот так, чтобы Наталья Ивановна Басовская пришла к нам в студию Мы думали, что это будет всё-таки не так просто Но чем выше человек, тем приятнее с ним общение Спасибо вам большое за то, что вы нашли время В вашем теснейшем графике прийти к нам Это было правда непросто Ну что бы Отчитав лекцию студентам, ещё слегка задержанная организационными вопросами Я в меру сил бежала по эскалатору Вот, и вы приехали на метро? Да, конечно Вот, Наталья Ивановна Басовская Доктор исторических наук, заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета Горячо мною любимого Да, как вас любят там, как вас любят студенты, Наталья Ивановна Я рада это слышать Уже всё донесла Вас правда очень любят Спасибо Это счастье ощущать доброе отношение учеников Вчерашних, позавчерашних и сегодняшних Недавно я читала лекцию лицеистам Есть у нас такие, ну, старшие классы школы В которых гуманитарные предметы преподают преподаватели университета Какая-то была лекция, посвящённая вообще Что такое история? Большому вопросу Мальчик, который слушал, вообще чудесные были Это отборные дети, таких всё меньше Слушал очень внимательно После лекции подошёл И довольно строго спросил Как это вы научились так хорошо лекции читать? Я ответила честно Я тренируюсь 40 лет У него случилось что-то с лицом Потому что он думал, что столько Вообще вряд ли можно прожить А я тренируюсь действительно 40 лет 40 лет преподавания 41-й год Это и страшновато вроде бы И в то же время радуешься Сколько же людей Сколько встреч Сколько удовольствия встретить своих выпускников Вот в СМИ их очень много Везде и всюду На всех уровнях Музеи Это всё наши выпускники Библиотеки Музейные работники и библиотекари На мой взгляд Это вообще люди ближе к святости, чем другие Да, это отдельные люди Потому что за никакие деньги Которые государство Очень щедро и руково В очень больших кавычках Говорю я Им даёт Они посвящают жизнь Сохранению культуры Ценностям культуры И там везде наши А что касается архивов То историко-архивный институт Который входит в состав РГГУ Он по-своему Совершенно уникальный Это был первый Единственный специальный Гуманитарный вуз Советское время Вот хранители Хранители памяти Хранители времени Хранители нас самих Мы сами в будущем Что такое архивный материал Это какими мы будем Для потомков И везде наши ученики Это очень приятно А вот скажите, пожалуйста Как к вам-то пришла история Самым естественным образом Я упоминал об этом в Линии жизни Но это было давно Скажу ещё раз У меня была удивительная бабушка Я думала, что все бабушки такие Мы в детстве не сразу всё понимаем Потом в хрущёвское время Всё узнаётся Откуда её некоторые чудачества В нашей коммунальной квартире Откуда её манеры Почему даже глубоко пьющий сосед При виде неё становится Вроде бы трезвее и почтительным Оказывается, моя бабушка Была дворянского происхождения Из забрусевших поляков Мария Алексеевна Варш Варш — это фамилия её мужа Муж был из забрусевших поляков И дед, которого я не застал Она окончила Институт благородных девиц Ну, это ж с этим ничего не сделаешь Конечно, Великая Октябрьская революция Или большевистский переворот Что одно и то же Лишили их Она осталась одна в революции С двумя девочками Всё было отнято Домик у них был В тогдашнем Загорске Палу и посаде Ну, отняли Там детский сад образовали И вроде красиво детский сад Отнимать только некрасиво Вот не совсем Мой дед был успешным адвокатом О котором только рассказывали Я увижу на фотографиях Красавец с усами Замечательными усами По моде того времени Он работал Он очень много работал А отец моей бабушки Тоже другой был семейством Она всегда немножко Извиняющим стоном говорила У них дворянство было жалованное Это не то Некие Варши Фамилия была Варш Моего деда Адам Варш Некие Варши По легенде Основали Варшаву А по Ее линии Они были дворяне Но жалованные И она это произносила Почти извиняется И вот этот институт Благородных девиц И ее страсть Именно к истории Я потом поняла Будучи взрослой Что она была влюблена В своего Преподавателя истории И для этих благородных девиц Это было очень Ну принято Поклоняться Кому-то Восхищаться Влюбленность Выглядела не так Как сегодня Сохранились даже Очень коротенькие Два письмеца к ней И у вас сейчас Они тоже хранятся Найдены были потом После бабушки Вот И А все скрывалось Ведь они были Мишенцы Ну да Когда удалось им вернуться Сначала убежали от голода К родственникам деда На границе Белоруссии И Польши Оттуда они были Эти варши Там спаслись от голода А потом По-чеховски В Москву В Москву И больше никуда И бабушка С моей мамой И маминой сестрой Бесконечно Мною любимой Тетей Жени Прорвались в Москву Она устроилась Музыкальным работником В детский садик В Старосадском переулке Напротив Нынешней Республиканской библиотеки Наш дом Некого Патрикеева Доходный дом А на первом этаже Был детский садик Она устроилась Музыкальным работником Играла деткам На фортепиано За это Ей на втором этаже Дали комнату Целый 21 метр Большой коридор 11 семей 65 человек Ну общая кухня С двумя умывальниками В кухне два Все умывались по утрам По очереди И с одним туалетом Только в ночное время Туда не было очереди И вот во всем этом Они сохраняли Моя мама Бабушка И тетя Такое Удивительное Достоинство Которое я много Позже поняла Прививается Воспитанием Образованием Аристократизмом И она мне на сон Грядущий Вместо сказок Рассказывала Сюжеты Из жизни Римских императоров И великих деятелей Типа Юлий Цезарь Я уже знала Что были Такие Это захватывало И почему-то Очень любила Читать мне Воздушный корабль Лермонтова И это ярко запомнила И строчка Зовет он Наследника Сына И маршалов Верных зовет Никто не откликается Я расстраивалась Ничего не знаю Кто такой Сейчас я уже Издала Аудиокнигу Про Наполеона Панапарта Довольно много Прочла о нем Изучила Есть какое-то Свое видение А тогда Ничего не зная Сочувствие К такой судьбе Призрак То есть Все началось Оттуда С коммунальной квартиры С бабушки Психологи 20 века Неутомимо Твердят Что детство Человек Во многом Определяет Может быть Не однолинейно Не очень просто Но определяет Его судьбу И моя И коммунальная квартира И семья Сотворили очень многое В квартире В этой В основном Были Достойные Хотя безумно Разные люди Никакого Мелкого Склочничества Этого нет Одна пьющая семья Все знали В какой день Они напиваются В другие дни Они совершенно Спокойные Не злые Не агрессивные В эти дни Мы Как на фронте За бруствер Куда нибудь В комнату Поменьше Выходить В коридор Но при виде Моей бабушки Они подтягивались Хотя у них Сцены Их все таки В итоге Прежде чем Расселили нашу квартиру Их все таки Выселили за 101 километр Тогда была такая Мера Семейство Это заслужило Что ничего Не поделаешь Это была Их беда Их горе Но Мы Не враждовали Ирония Спасала Я могу Привести пример Удивительного Спокойства Бабушка моя говорила Как ты думаешь Что меня спасло В гражданскую войну С двумя маленькими Девочками Я что Это очень интересно Думаю Какой-нибудь Революционный матрос Благородный революционер Нас же вырастили В этом Пришел Увидел мою бабушку Пожалел с детьми Она отвечала Как-то вот так Сложив руки Спокойствие духа Это конечно Я стараюсь следовать Этому примеру В жизни Есть всякое А сейчас Очень трудные Какие-то моменты И вот это Навсегда Спокойствие духа Ну хорошо В 63-м году У вас за спиной Университет ИСТФАК Правильно? Верно Исторический факультет Попасть туда было Трудно тогда Сколько-то было Там на место Я не знаю Какие-то большие были цифры Большие Огромные Но Никаких Разговоров О каких-нибудь Влияниях А бы в этом не было Мои родители Ни разу не съездили На ИСТФАК Нет Папа один раз поехал Я боялась Поехать Посмотреть список Поступила я или нет И мой золотой папа Человек совершенно другого происхождения Из крестьянства подмосковного Из крестьянской семьи Где было 10 детей Он был третий По счету третий сын Три ушли на фронт Вернулся один он Изумительный человек И который говорил всю жизнь Какое счастье Моей маме Что я на тебе Маруся женился Хотя из-за этого Он не стал генералом Карьеру ему Он потом перед смертью Рассказал А ведь меня Говорят вызывали И сказали Ты хороший парень У тебя может быть Замечательная карьера Ну ты совершил ошибку Да Связался с Классово чуждым Элементом Но советская власть Такая гуманная У нас легкий развод Разведи с вами И все у тебя будет хорошее Ну и потом война Там было не до Социального происхождения Да А после войны Мы никак не давали Закончить академию Он очень хотел Но его каждый раз отзывали А раз так Он был на генеральских должностях Но не генерал То есть он военным был Военный Всю жизнь Всю жизнь Он пошел вот Из этой крестьянской семьи Сразу Очень логично конечно Ну с детства он работал Был пастушком Ну да Потом его увлекли Эти вот молодежные Комсомольские идеи Пролетарские Это пришло в деревню По-моему Это его увлечение И он все делал добросовестно В этом комсомоле Он рассказывал Как они выступали Синие блузники С агитационными речами По-моему это спасло Моего деда От ярлыка Кулак Потому что Десять детей Дом Дедушка деревенский Был изумительный человек Он не мог не работать Он работая и умер Поднял очередной мешок с капустой И упал за миг Вот это вот Классическая смерть Такого Труженика Я его помню Только работающим У него пасека А пасека Это приличное Содержание семьи Он мне показывал До куда можно дойти Чтобы пчелки не кусали Я смотрела Сколько-то улив Мне казалось много Эти пчелы лазили у него По голове По волосам Он унимал их Что-то шептал им Он с ними разговаривал Сажал обратно Они потом вылетали Я видела Вот этот Теревенский труд Редко На лето В каникулы Очень чудесное отношение Их ко мне Городской девочке Хотя конечно Посмеивались Испугалась До смерти Гусь за мной Гонится по деревне Страшно Гусь это вообще Вот они улыбались Городская Ну в общем Это были тоже Великолепные люди В этом смысле Я Дитя октября Мои родители Иначе бы не встретились Но история там И вот отец мой Единственный раз Поехал На эстфак Я боялась Поехать И посмотреть Есть я в списке Или нет Я получила Две пятерки И две четверки 18 баллов Он поехал И ему там Чуть не стало Совсем плохо Он потом рассказал Сдержанно Он не обнаружил Меня в общем списке Глава закружилась Стало дурно И какая-то милая Барышня Из приемной комиссии Подошла Видит И молодой человек Что-то ему Да что такое Вот дочка Медалистка Не прошла Она говорит Медалистка Это же отдельный список Он долго страдал Прежде чем она подошла К нему Я ей благодарна По сей день У него не очень было Крепкое сердце После войны Она спасла его Наверное От того что у него Был бы приступ Медалистка Отдельный список Медалистка А потом вы с отличием Оканчиваете Сам университет Да Но это было удовольствие Удовольствие И тем не менее И как же так Ведь тогда Можно было выбрать Другое направление В истории Вот скажите 63 год Я очень хорошо Знаю Это И мое время тоже Это я уже закончила Все диссертации Почему Западная Европа 12-15 век Политическая история Англии и Франции Почему Простейший ответ Он такой Просто Чтобы Простите меня Ни во что не вляпаться Я хотела заниматься Русской историей Я с этим поступала Когда-то В ранних классах Увлекалась Очень Древней историей Мы играли В аргонавтов А потом Русский 17 век Смешно Пыталась моделировать Я потом узнала Это слово А вот могло ли победить Восстание Пугачева Нас с классовой борьбой Тогда замутили совсем Разина Я им симпатизировала Не знала Что Разин Скорее просто разбойник Он мне нравился Он же из песни Человек из песни Из книжной И это нормально Но когда Стали учиться Я поняла На занятиях Пару Советской Русской Советской Позже Истории Что там Все ответы Есть Они такие Твердые И такие Строго Политические Это чувствовалось Это чувствовалось Что-то Пафосное Что-то Фальшивое Было Во многих Имен Конечно Не назову Но это были Известные люди И я решила Совершенно сознательно А потом я сформулировал Что я решил делать Отползать От эпицентра Нашего Идеологического Чернобыля Отползать Как можно дальше Как вы хорошо сказали Мне повезло Я вот догадалась С мамой Посоветовалась Мама сказала Правильно Ну конечно Надо туда Где ты знаешь Иностранный язык Несмотря на коммуналку Они не понимали Что такое Чтобы У девочки Не было Домашнего учителя По иностранному языку По английскому Я ходила К чудесной учительнице В соседнем переулке Мы с ней Она Изумительно Владела английским И умела преподавать Потом На ситваке Стала многое забывать Потому что Не так преподавали Мы безконечно Это My flat My family Что-то кошмар На ней с места Я тогда Досрочно сдала И ушла На платные курсы А с ней Мы читали Фрагменты Из классической Английской литературы Она заставляла Меня выучить Целую страницу Наизусть Чтобы изящные Обороты Этой речи Остались в памяти Она мне рассказывала Английский юмор Мне очень нравится И надо было понять Чтобы посмеяться В общем Это было здорово Надо идти туда Где у тебя Язык Значит Англия Отползать решила В средние века Очень нравился Заведующей кафедрой Во-первых Он был академик А их мало Во-вторых Это был академик Сергей Данилович Сказкин Каждый кто потрудится Посмотреть его портрет В интернете В энциклопедии Согласится Это добрый Седой морж Вот он похож на него Это какой-то Ну Он таким и был И он мне очень нравился С теми же манерами Потом узнаю Пажеский корпус Окончил Успел Это невышибаемо Из людей Да И мне захотелось На эту кафедру Прекрасный мой Научный руководитель Была Евгения Владимировна Гутнова Она именно занималась Теми вопросами Сергей Данилович Англией не занимался Опять много Потом узнала Родная племянница Мартова Была в ссылке Вместе С братом Мартова Владимиров Девочкой Ничего толком еще не понимая За что и как и почему И как потом было пережить Все кампании борьбы С меньшевизмом Ну что ее спасло Это ее история Но слава богу спасло Так что я застала Обломки Обломки Той интеллектуальной Аристократической И не аристократической России Которая Которая была смятена Стихийным бедствием Сочетание Первой мировой войны В которой у России Было интересов Меньше всех С катастрофой Революции Которую Сумели Вовремя Подогреть Большевики Но нельзя только Их винить Жадность Господствующего Класса Несусветная Жадность И бездарность Правителей Какой Николай Второй Главнокомандующий Нельзя Ничего не понимая В этом браться Главнокомандовать Только потому Что ты Хозяин земли Русской В общем Катастрофа И Я застала Обломки Которые уцелели После катастрофы Это были Удивительные люди Их было Больше Гораздо Чем я сейчас Назвала Их манера Поведения Интеллект Культура А потом Погружаюсь Уже в книги Которые нам Поручали читать Я думаю Много Над судьбой России Я поняла Что она К рубежу 20 века Подошла С задатками Огромного лидерства Европейского Боже мой Сколько Великих Запретений Сделано было Именно русскими Но осуществлены За границей Ну там Ну если Великому князю Вот Акунин Это описал В Смерти на Брудершафт Великому князю Не глянулся Самолет Муромец Вот он Усомнился Он что знаток Он что авиатор Все Проект закрыт Как говорят сегодня По начальству Кто-то чихнул Не в ту сторону Финансирование Прекращено Сколько загублено В России Изобретен вертолет Телевидение И просто И только В России Видели такие сны Как Сон Дмитрия Ивановича Менделеева Это Страна На взлете была Гуманитарий русский Они потом За рубежом Тоже Прославились Ростовцев Великий специалист По римской истории Ну Ленин сказал Лакей русской буржуазии И все За февральские дела Ну все Не вернуться он не может Ну все Все кончено с родиной Горько тяжело Но обломки Я застала Это большое счастье И впечатление от них На всю жизнь Еще интересно С годами Они становятся Еще Ну осмысливаешь Ну конечно Конечно А потом Начинаешь Все больше и больше Сравнивать Да И сравнение В их пользу Еще и еще Еще раз Да Действительность Да Наталья Ивановна А вот скажите Пожалуйста Как вы считаете Давайте сначала Про Европу Да Ту самую Западную Европу Все таки Вот такие вот Главные Исторические Знаковые события Они происходили Больше С участием Мужчин или женщин Мужчин Все таки мужчины Очевидно Я во первых Совершенно не поклонница Так называемого Гендерного Полового Да безусловно Иронически Конечно Гендерный подход Я его не очень понимаю История это история В ней действуют Все Конечно Есть такая версия Что вообще Гомо сапиенс Если вот есть Такое условное название Мы же сами себя Сапиенс назвали Разумный Нас никто со стороны Разумными Не называл Да Мы пока не оправдали Это самоназвание Если Есть версия Что есть На самом деле Два вида Мужчина и женщина Уж больно Они разные Но объективный Факт состоит В том Что Среди исторических Деятелей Великих гениев Перепроходцев Человеческой Цивилизации Несоизмеримый Процент Мужчин и женщин И это понятно Все понятно Хранительница очага Как-никак Продолжение рода Сохранение Она должна что-то сохранять Она не очень склонна ломать Сейчас в современных боевиках К моему ужасу Зарубежных уже и наших Мы же подражательны К сожалению Во многом Женская драка Омерзительное зрелище Ужас Но без этого Кажется уже Фильм просто Вот этот Боевик Неинтересен Я не то чтобы Целыми днями их смотрю Но из любознательности Под час Некоторые даже Кое-какие Нравятся Ну например Про Индиану Джонса Джона Это же Это археология Наивно Я говорю Я поняла Из этого сериала Главное Свойство археолога Крепкие Пудовые кулаки Это смешно Но занятно Развлекательно И все-таки Как-то археология Там поднята на щит И в общем Вот эта склонность Природное Предопределение Женщина-хранительница Продолжательница рода Сколько бы ни дрались В боевиках Эти девицы С сумасшедшими фигурами После каждого этого удара Человек нормально умирает Они встают Идут дальше Ну мы понимаем Уровень этой культуры А мужчина Больше Склонен К дерзкому поступку К обновлению Чего-то Вот в Англии Я ведь сначала Занимала средненькую Англии А потом столь же Упорно Франции И потом вместе В столетней войне В относительном Вместе В Англии Было немало Женских правлений И среди них Такие Заметные Великие Как Иззавета Первая Как Королева Виктория Это Просто Особая страница Английская Совсем особая Но и заметная Европейская Ну Менее такие яркие Но все-таки Мария Тюдор Сестра Иззаветы Это тоже В общем Было немало Завершающиеся В общем Фигуры Т Ее Она непревзойденная Женская фигура В политике И Это как-то В традиции Англии И потом Новейшей королевы И теперь королева Пусть это только Символ уже Королевской власти Принято Стало национальной Традицией При этом Во Франции Гораздо больше Восхищаются Женщины Они больше Говорят Со времен Средних веков Слагают Какие-нибудь Эти песни Трубадуров Любовные Но к правлению Женщину Нету пускай По сей день В Англии Это возможно Во Франции Нет Можно конечно Длинно Долго И с Неточным Результатом Над этим Подумать Может быть Все таки Их пути шли Немножко По разному Большая сила Северных Традиций Кельтских Традиций Во Франции Кельты Союзация Кельтов Была римлянами Полностью Ну уж Цезарь завоевал Так завоевал А потом Они переварили Так переварили В Британии Они были поверхностны И более глубокие И более древние Традиции А и у кельтов И у германцев На пороге Государственности Мнение женщин Принималось Внимание Об этом писал И Тацет Подмечал И многие другие Римляне Что Выслушивают Уважительно И у многих Других Племен Древних Это было А во Франции Довольно быстро Исчезла Эта кельтская Культура Пришли Германцы Франки Хотя тоже В их общении Мужчина Быстро Занял Лидирующее место Как в замечательной Советской Кинокомедии Девчата Говорила Актриса Румянцева Как ее там Звали Кислицына Не помню Тося Тося Кислицы Эх Упустили Древние Женщины Мы в школе Изучали Был такое Правильное Время Матриархат Очень правильное Время Но упустили Древние Женщины Нет По-моему Этого Нет Не будет Абсолютного Равенства Абсолютное Равенство Как мне кажется Бывает только В правах И ни в чем Другом Ни в биологических Качествах Ни в физических Ни в условиях Бытия Географических Конечно Только в правах Все остальное Люди рождаются Разными Один сильный Другой слабый Один женщина Другой мужчина Люди попадают В разные условия У одного С детства Благоприятные Для учебы Для жизни А другой Мыкается У одного Такая бабушка У другого Другая И другая Тоже Замечательно По другому Конечно То есть Говорить О равенстве Где-либо Наивно Так же И о равенстве Полов Равенство В правах Я за Но равенства В реальных Условиях Бытия Не будет Сейчас многие Состоятельные Женщины Женщины Реализовавшие Себя в бизнесе Они мало Видят своих Детей У них Няни С детьми Проводят Ток Каникулы Это другой Тип Семьи Абсолютно И другие На будущее Перспективы Отношений Таких Как В нашем Доме Уже Не будет Но зато Они лучше Живут И мне Материально А духовно Они много Теряют Вот я Вдруг вспомнила Рассказы Моей семьи Ведь я Ровесница Великой Отечественной Войны Я родилась Ровно За месяц До объявления До начала Войны Гитлер Бомбили В Киев Бомбили Простите И нам сообщили Что началась война Папа Такую песню А я ровно За месяц Потом Рассказы моих Вопрос эвакуации Тетя Женя Работает На авиационном заводе Там дают Билетики На Эвакуацию Ну бронь Какую-то На отъезд Семьи Она приносит Бросает И говорит Ну Опять Эшелон Тогда-то Они посидят Разговаривают Нет Не поедем Москву не отдадут Москву не отдадут Но какое-то время Колебались И стали собираться Что же взять с собой А что оставить Завели Был такой старинный сундук Всякую гадость Складывали туда Изношенная Истрепанная Это мы Гитлеру Это мы Гитлеру Оставим Это мы Гитлеру Оставим Потом еще Никуда не уехали Москву не сдали И началось А где мои Гитлеровские тапочки А где моя Гитлеровская кофта Или гитлеровский халат Когда я впервые Это услышала Я просто испугалась Не сошли ли они с ума Оказывается Это была такая история Тут юмор Та самая ирония Которая И дает Присутствие духа Конечно Помогает Жить Я это всю жизнь Очень поддерживаю А скажите пожалуйста Наталья Ивановна Как вы считаете Не знаю Правомерен ли Такой вопрос Есть ли такая фигура Там 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 В ваших веках Которая бы Вот Сейчас была Необходима нам Ну Ровно в средних веках Нам России Или нам миру Давайте сначала Россия Давайте Россия Фигуры для России Надо искать в России Это мое Абсолютное убеждение Импортные руководители Довольно Пустое Нас надо знать Почему стала Великой царицей Екатерина Вот Вторая Потому что она Очень стремилась И много сделала Для того Что-то фальшиво А что-то правдиво Чтобы Понять своих подданных Детушки мои Ну вы это так По-царски Но Никакого Оторжения Изучения Русского языка Русской культуры Наоборот Стремление Понять Поэтому она Стала значительным Правителем Но просто Надеяться Что какой-нибудь Импортный Даже Супергений Да Нами Вдруг Будет править Я считаю Что Ну так называемое Призвание варягов На Русь Это было Их приглашали Как прекрасных воинов И не только На Русь Потом Наши предки Это же была смесь Славянских Этих варяжских Или викинг Викингских Племен И тюркских Тоже Потом они Когда были наемниками У византийских императоров Всегда отмечали Лучшие наемники Из Руси приходят Великолепные Храбрые Берные Получают потом Свою плату Ну в общем Их ценили Но они Вот они другие И вот Из этого сплава Образовался Такой Другой народ С другими традициями Развитие которого Шло иначе Мы не получили Потрясающего Римского наследия Франция Меньше Англии Ну да Чуть меньше Германия Ну да Италия полностью Испания Да Римская провинция И так далее Вот я иногда Мне такое сравнение Приходит в голову Начало их Средневековья А это начало Времени Откуда Разятся Национальные государства Это как Два лыжника Остаются Спускаться с горы Один лыжник Это западная Европа Другой Русские земли Старт Одного подтолкнули А другой Поехал своим ходом Потому что Такого толчка Как наследие Римской цивилизации В виде Архитектуры Дорог Латыни Традиции Школьного образования Все приглохло После прихода Воров Но было что Возрождать А наследие Византии Пришло к России Опосредованно Не в полном объеме Не на территории Так сказать Византии А просто через Какие-то каналы Оно повлияло Но среди Бесспорных Культурных ценностей Полученных Из бывшей Восточной Римской империи Было и кое-что Другое Что очень мы Учительно Всю нашу историю Ощущаем Традиции Мощной И даже Деспотической Центральной власти Азиатская Традиция Вот в этом Мы И бьемся Между Европой И Азией Так что Личность Надо ждать Из самих себя При марксизме Было многое При догматическом Марксизме Против маркса Ничего не имею Для середины 19 века Прекрасный Специалист Очень талантливый Экономист А вот Революционная Теория Конечно Погубила Он Поверил Что держит В руках Ключ Для спасения Всего Человечества И так верил В это А не мог Семью Прокормить Очень грустно Я написал Когда о нем Очерк Прямо К концу Чуть не расплакался Стало Мне его жалко Так вот В традиции Нашего мышления Мы все В каком-то Внутреннем Как бы Соревновании С Западной Европой Это неправильно И несправедливо У нас Разные пути Развития Но поскольку Мы все равно Сложились Как европейцы Еще до Петра Уже При Алексея Михайловича Все равно Европейское Начало Одолело То нормальные И должны Оставаться Европейцами С европейским Сознанием Культурой Выдающейся Культурой Наукой Но при этом Не надо говорить Что мы соревнуемся По темпам Они у нас Одинаковыми Быть Не могут Это было бы Странно Это были бы Прыжки А вот Россия Тяготеет К прыжкам Петр Первый Это же Прыжок Скачок Немыслимый Потом Как всегда Один раз Величаво И трагично Другой раз Смешно Никита Сергеевич Хрущев Догнать Перегнать Америку Через кукурузу Образно говоря Шучу Ведь он Моему поколению Обещал Мы будем жить При коммунизме Конечно Мы же мозги напрягали А как это начнется Понимая Как какую-то Конечную станцию счастья И даже верили Да Даже верили А как хорошо Когда тебе обещают Хорошее Конечно Ведь тебе хочется поверить Очень Конечно И если ты не злый день Какой-то Конечно поверишь Особенно после тех лет Мрачноватых И страшноватых После войны Хотелось верить В светлое Радостное И к тому же Обещанное Вот такая у нас Поэтому В те времена Говорили В обществе Есть социальный заказ На какой-то тип Личности Ну харизматиков На какое-то Вот поколение Борцов Или гениев Он носится в воздухе Вот Перед эпохой Возрождения Вот Социальный заказ На таких личностей И вот они Огромным потоком У нас вроде бы Сейчас тоже есть Потребность Очень большая Наверное Не созрела Чего-то мы еще Не допережили Когда это произойдет Убеждена Личности появятся Какие Прежде всего Мечталось бы Утонченно И разнообразно Образованные Нельзя Как у нас В последнее время Шарахани Все в экономисты Все в юристы Ну сейчас просто Невозможно Куда девать Людей с этими дипломами Ну ничего Образование Любое полезно Но вот без шарахани Разнообразно И утонченно Образованные Но Не сугубо Интеллектуалы Которые Не склонны К организационной Деятельности И плохо Ее умеют Выполнять Вот Ну кто бы мог Придумать Что Тончайший Умнейший Благородный Разм Роттердамский Пойдет чем-нибудь Руководить Это было Невозможно Он был Человек Кабинета Архива Библиотеки Но вся Европа Ждала Что он скажет Он за кого За католиков Или за протестантов И надо было быть И разным Чтобы ответить И это влияло На всех Что я И не за тех И не за других Он увидел Фанатизм Обеих партий Но тем не менее Он не руководил Никогда И никогда бы Не взялся На мой взгляд Вот Высоко образованные Утонченные Разнообразно Образованные люди Ну конечно Не один Единственный Это Византия опять Это было уже А разнообразные люди Должны Привлекать к себе Талантливых организаторов Но этим талантливым Организатором Они бывают Просто гений Организационный Надо Ставить условие Не то что Ты если что Да я тебя По зубам Это так по-российски Традиционно А как замечательно Если у тебя Это получится И хвалить И поощрять И их успехи Всем показывать Нам не хватает Мы все Все время Выросли в том Что нам не хватает Одного Харизматика Нет Это пройдено Для современного Человечества Не верю Какое-то Плеяда Сообщество Не знаю Есть понятие Страты Которые ввел Карасы Куртваны Куртваны Кошки Что-то такое Должно Вырасти Но меня очень беспокоит Вырастет ли Потому что ситуация С нашим Образованием Сегодня Тревожная И без того Технологии Создали Всяческие угрозы Как соблазнительно Нажимать кнопки А так называемые Вот этот ЕГЭ И всякие прочие Последствия Отучают детей И думать И излагать Свои мысли И из них Вот те О ком я мечтаю Вряд ли вырастут Но бывает Что Вот такое Явно Неудачное действие Вызовет Некое Противодействие Которое Неожиданным образом Особенно в России В ней все неожиданно Может победить Вы сказали Совершенно Замечательную фразу Которую Я никогда Не слышала Да Может быть Это осознанно Или Это цепь Логических Размышлений Ваших Главное Что было Что возрождать Это верно Мы слишком много До основания Разрушали Да Понимаете Они тоже Разрушали Господи Вот я только хотела Сказать Они разве не рушили Зачем французы Санкиулоты Срыли Бастилию Ну зачем они Срыли Бастилию Мне до сих пор Рушали Конечно Это символ А Тауэр уцелел Французы с англичанами Разные Хотя революции Были там и там Нет Разрушения Некие в революциях Они неизбежны Вот Не такие масштабы Да Потому что Наша Это революция Наши Обе Революции Русские И первая И вторая Да и революция Пятого года Ну три революции Они происходят Другую эпоху Двадцатый век Те управились В пределах Давних Восемнадцатой Девятнадцатой А это в двадцатом веке Глобализации Еще не было Но коммуникативность Мира Возросла Вот эти Слово ужасные Массы Которые так любил Владимир Ильич Ленин Оно ужасно Вот мы сейчас и имеем Массы Это очень страшно Темные Невежественные Не образованные Они конечно Разрушали Истово С наслаждением Французы тоже Понесли потери Из бастилии Материалы были Вышвырнуты Санкилоты И санкилоты Валялись на улицах Был такой Замечательный Русский человек Посланник Покровский Парижа Он нанял Французских Мужиков Которые Еще не очень Промиклись Революционными Идеями С вазами Телегами Телеги Одиннадцать телег Поручил им Грузить Все подряд Что валяется Что вывалился Из бастилии И увез Суете революции Вот То есть и в России И были и есть Такие люди Это коллекция Дубровского Ой простите Я оговорилась Это коллекция Дубровского Она хранится В Санкт-Петербурге В библиотеке Салткова Щедрина Объект Неких Споров Надо ли Вернуть Не надо ли Как всякие Перемещенные Культурные Ценности Когда нибудь Люди об этом Договорятся Если Уцелеют Просто Если человечество Будет Им Больше Было Что Возрождать Наследие Римской Культуры Великий Расцвет Возрождения А Россия Только подошла К своему пику В своем темпе И И тут Катастрофа Поэтому И с возрождением Здесь Сложнее У нас Катастрофа Случилась Самый страшный Для России Момент Ну наверное Тем более Надо беречь Нашу культуру Наверное Как вы прав Ну это же Просто Как два Но почему же Если даже Мы сейчас Прокричим Срывая Связки На разрыв Аорты Нас услышат Многие Но не те Кто Властно Распоряжаются Сбережением Хотя Хотелось бы Я считаю И капля камень Точет Безусловно Безусловно Будем продолжать Напоминать Вы знаете Иногда Понимают Власти Придержащие Люди Даже Понимают Но потом Как Бесконечно Занятые Суетой Отвлекаются На что-нибудь Не обязательно Некрасивое Про некрасивое Уж я не говорю Это более приятное Для себя Или более Актуальное Как им кажется Актуальнее этого Ничего нет Не понимая Ничего Нет Культуры Образования Это и есть Будущее А им кажется Важнее Сейчас Ну какой-то Еще Дурно Сработанную Дорогу Построить А потом Снова Отпускать деньги На ее ремонт А была бы Культура Она бы Дурно Сработана Не была Безусловно Вот в чем дело Но объяснить это Почему-то трудно Но есть Все Мучаются Каков Процент Современного Человечества Склонен К сохранению Культуры Бережному К ней отношению Уважению Цифры колеблются Из того Что я читала Поразительно Но они все Невысоки От Трех До Тридцати Большой Разброс Но по-моему Более правы Те кто говорят Про Три-пять Это Небольшой Процент Если все Время Внедрять Тесты И компьютеры Вместо Раздумий Чтений Написания Текстов Человеческих Да То У человечества Довольно Мрачное будущее Но все равно Какая-то Группа Будет Бороться За жизнь Культуры До последнего Конечно И если бы Этой группы Не было То через Какое-то Количество лет Не будет Этих Трех Процентов Слава Богу А потом И самого Человечества И никому Это не объяснишь Да К сожалению Но хотелось бы Наталья Ивановна Скажите А вы вообще Отдыхаете? Конечно Как? Я обожаю Отдыхать Как? Ну Во время отпуска Обожаю Куда-то поехать Так Увидеть Разные страны Я ездила Раньше В многие Командировки Работала За границей В Соединенных Штатах Дважды по семестру Преподавала А так Я очень люблю Море Море Бассейн И вот такие страны Как Греция Болгария А там заодно Море И экскурсия В пелу На родину Александра Македонского Ну Я там иду И что-то Такой Мне Кризиса Что дух Его жив Ну В общем Это удивительно Пройти По Афинскому Акрополю Тем более Сейчас его Так Отделали Такой сделали Уземительный музей С прозрачной стеной Вся стена Это картина Акрополи И Парфенона Ну Вот это я очень люблю Но и при этом Так сказать Простетскую Простую Биологическую часть Поплавать Немножко Позагорать Поплавать В бассейне Наконец Поесть вкусности Из кухни Народов Разных стран Очень люблю Отдыхать А Мне отпуска Это Да в общем Путешествие Это лучше А вне отпуска Ну не часто Конечно Выставки 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 Придешь Видишь Публику Все свои Это очень приятно Не только Картины важны Ага Да-да-да Да и те Среди кого Я там Нахожусь Среда С театром Опасней Все чаще Стало нарываться На то Что никак Не ложится Мое сознание Это не значит Что одно дурно Или как-то не так Никак не укладывается Когда Как-то Очень смело Переначивают Классические Произведения Режиссер Так видит Пошловато Выглядят Какие-то сцены И я не осуждаю Просто Это Не мое Ну и Высшая мечта Редко Осуществимая Редко Опера Я фанат Оперы Причем Уровня Верди Шнитке Это уже Вот опять Не мое Наверное Гений Всем верю Шнитке Прокофьев Я плохо их понимаю Но вот Верди Чайковский Пожалуй Два кумира Просто кумиры Чайковский Гигант Лирики Верди Гигант Героического Я Верди Вижу В лучших Ариях Его героев И в Замчатных Кровых Сценах Все время Обязательно С флагом Италии На котором Начертана Свобода Свобода Ну Это мне Очень близко А Чайковский Ну Если Есть певец Природы Русской По крайней мере Лучший В виде Левитана То Чайковский Ему Акомпанирует Или Левитан Его иллюстрирует И это Оба русские Гении Которые Мне очень Дороги Ну От 7 На 7 Пушкин Это даже Поражает По каждому Случаю Жизни Бесконечно Часто Обращают В юности Обожала Лермонтова Обожала И воздушный корабль И лирика Я не унижу С пред тобой Не твой Привет Не твой укор Не властно Над моей душою Знай Мы чужие С этих пор Потом меняешься И вот эта Прямая романтика Она занимает Своё хорошее место Но другое Пушкин Это какая-то Совокупная Мудрость Это Метафоры И Про кого-то Про Грибоедова Говорили Он набил Слойцами Поговорками Своё произведение Не, ну Грибоедов А он их создал Вот именно А он их создал И Пушкин Тоже создал Какие-то Обороты Эпитеты Лирические Отступления Вонегине Они Изумитель Ирония Пушкинская Мудрость Этого человека Так же Как когда-то В юности Я бешено Читала Войну и мир Всё волнуюсь Кто на ком женится Кто умрёт Кто не умрёт Плакала Над князем Андреем Бесконечно А сейчас Я вижу Какая ирония Могучий Юмор Какая тонкость Жизненных наблюдений Ну В общем-то Остых-то Как у всех гений В жизни Несколько Вот такие Вот это Отдых Это Это Замечательный Отдых Наталья Ивановна У меня ещё один вопрос К сожалению Время-то Прям Так быстро Идёт Мастеру Нужна Маргарита Как по-вашему Я думаю Любовь Нужна Каждому Мастеру Подмастерью Ученику Даже Зародышу Вочерей Матери Если Маргариту Понимать Как Беззаветную Безоглядную В чём-то даже Напрягающую По форме Проявления Любовь Но всё равно Любовь Что нужно Каждому Каждому Да Тоже по-разному Перечитываешь Эту вещь Без конца Не могу Осуждать её Хотя это Вроде бы Дико Когда она Пьёт Стёкла В квартире Этого критика Заливает Водой Как По час жизни Хочется Что-нибудь Такое Сделать У Булгакова Всё Метафора И это Метафора Мечты А прямой Пусть наивной Но немедленной Справедливости И как это всё На сегодняшний день А? Абсолютно Прямо Так отзывается История Сильна тем Что она Неисчерпаемо Даёт нам повод Для Сегодняшних Размышлений Искусство И великое искусство Оно вообще Что Разве может Умирить Гомер Могут умирить люди Которые знают Гомера А Гомер нет Всё Вечно Гарантирован Нет Давайте Всё-таки Пожелаем Чтобы эти люди Были живы Чтобы они Могли Передавать Я мечтаю Об этом И Среди поколения Которому Я сейчас Преподаю Стало Меньше Тянущихся К глубокому Знанию Но они Есть Они Неистрепимы Спасибо вам Огромное И вам спасибо За беседу Спасибо Наталья Ивановна За то Что вы такая Вот и всё И точка И точка Мы служители Одного У одного алтаря Это да Культура И духовность Спасибо вам огромное Сегодня у нас в гостях Была Наталья Ивановна Басовская Доктор исторических наук Заслуженный профессор Российского Государственного Гуманитарного Университета Мы прощаемся с вами Ровно на одну неделю Будьте здоровы До свидания Программа Мастера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин